Потому что была хорошая традиция, которую еще в начале 20 века наши корифеи сюда приезжали. Это Стоицкий, Кропивницкий, Садовский, Мария Занковецкая. Потом мы часто приезжали с театром Франка. И я хочу продолжить традиции, потому что нет ничего лучшего, как ездить в гости и показать себя. В каком-то костюме, в каком-то пиджаке, что ты думаешь, о чем ты мечтаешь. Пожалуйста, следующий вопрос. Балтийские сезоны Алексеева. Мы помним Ваши застойли с дядей Ваней. Замечательный был у Вас дуэц Сывченко. И очень жалко, что сейчас нет Чехова. Вы планируете кого-нибудь еще сыграть? Знаете, я уже, мне в этом году 50 лет, как я на сцене, я так накричался, я так наорался. Я играю какие-то, знаете, я хочу комедию сыграть, я играю трагические роли. И Лира я играл, и Ричарда Третьего, и Ивана Петровича Войницкого, и Треплева, и Миколу Задорожного в «Украденном счастье». Вот моя мечта сыграть без слов. Ищу драматургию. Как сказала моя мама, царствие небесное, говорит, ну хватит тебе уже столько говорить на сцене. Ты уже в таком возрасте, что можешь все наблюдать. Наблюдать, обсервейшн, а пусть все остальные и играют. Это моя мечта. Кино и театры. Чехова, значит, мы поставили чайку со своими студентами. Это четвертый курс, и мы чайку начали реализовать на первом курсе. И вот только на четвертом курсе, это очень тяжелый материал, все мне говорили, это не надо делать, надо с каких-то более простых пьес, а тут мы взяли чайку. И вот на четвертом курсе, наконец-то, более-менее что-то получилось. Я думаю, что без Чехова очень трудно и студентам актерского факультета, и уже состоявшимся артистам. Пожалуйста, следующий вопрос. Елена Серов, Радио Россия. Богдан Сильвестович, скажите, пожалуйста, вы и у вас как руководитель театра наблюдения, как меняется, например, востребованность какого-либо спектакля от тех событий, которые происходят вне театра? На что сейчас у вас, какие спектакли пользуются наибольшим? И я вам скажу, пользуется, как дешевая семья. Невозможно попасть в Киеве. Кстати, позавчера мы играли, и мы имели честь принимать высокого гостя, посла, нового посла России и Украины, вашего земляка, Зурабова Михаила Юрьевича. Ему очень спектакль понравился, замечательный театральный человек, замечательный, можно говорить о разных спектаклях, и даже не таких больших театров, как в Ахтанговской БДТ, или Александринской, или Киевской театры. Он много посещает такие театры, где делает крайние, может быть, эксперименты, но эксперименты нужны, потому что без эксперимента нет никакого прогресса. Приступили мы Шмидта про Фредерика Леметра, знаменитого французского актера. Будем играть Грека Зорбу, помните фильм, был греческий фильм, «Буря Шекспира». Интересно нам поставить забытые украинские романсы конца 19-го, начала 20-го века. Вот это мы сейчас находим эти романсы, романсы, переходящие в песни, а песня переходит в романс, и сделаем такие два периода. Львовский период Декаданса и Киевский период. Это будет сюжет, сами мы придумываем все это, и надеемся на хороший результат. Вот эти вот пьесы у нас в плане. Я, например, мечтаю сыграть и сыграть, но есть такой вариант, Евгений Онегин. Евгений Онегин, здесь замечательный переводчик Максима Рыцкого, потрясающий переводчик, который сохранил мелодику пушкинскую. Ну, это все витает, но очень и очень хочется, а также хотим вишневый сад. Ну, это в планах, трупа у нас большая, как и в БДТ. Строим мы малую сцену, 21-й год мы строим малую сцену. Знаете, как одним нужна стройка, вечная стройка коммунизма, строителям, а мне нужна сцена на 200 мест. Это рядом с театром. И вот курс, который есть у меня, я бы хотел сделать театр-студию. Потому что огромные, 90 с чем-то артистов драматического театра, хор, балет, оркестр. 156 человек творчества. Музыкальные спектакли. Мы ставим мюзиклы, у нас поющие артисты. Замечательный спектакль, который мы не привезли, Эдит Пьяк. Написала молодая, 26-летняя Виктория Васалати. Прекрасный спектакль она сама исполняет. Эдит Пьяк. Музыки Эдит Пьяк нету, она написала. Замечательные мелодии. Может быть, в другой раз и привезет. Продолжение следует... Продолжение следует...